Перед тем, как перейти непосредственно к теме этого урока, спектру частот, я поясню, зачем нам вдруг понадобилось вспоминать благополучно пройденное еще в школе. Этот курс существует не сам по себе, а предваряет другой, пока не существующий в полной мере в онлайн-версии, курс видеотехнологий. Пусть вас не удивляет, что примеры и некоторые терминологии будут относиться к этой области. В конце концов, видео — это логическое продолжение статической графики, и оно более полно описывает изображение, методы его сжатия, и вопросы восприятия ставят несколько иначе. Чтобы прийти к работе с движущимся изображением, нам придется пройти длинный путь. Но для начала, вот вроде бы простые вопросы. Чем описывается изображение, и как можно описать изображение в технической системе? Можно взять работы известных художников. Ну вот, например, Малевич, известный же. И описать, вроде бы несложно, черный квадрат, белый квадратный фон. Ну, конечно, я схитрил и взял, вроде бы, простой пример, но там же в третьяковке есть примеры и посложнее. Это словесное описание нам даст представление о картине, но как объяснить технической системе, что там где? С какой стороны поступиться к изображению, чтобы хотя бы начать его передавать? Надо как-то зрительный, то есть оптический образ перевести в язык электрических сигналов, подобно тому, как словесное описание картины, которое только что вы от меня услышали, это преобразование зрительного образа в звуковой код. И важно здесь, что этот код последовательный. Я же не в одно мгновение все описал, а по очереди рассказал о фигуре и фоне. Мое описание было объектом. Это хорошо, если описывается геометрическая фигура. А вдруг была картина посложнее? Ну ладно, здесь хотя бы все в ожидаемых местах. Ну а вот эту барышню, как описать по телефону. Или вот эту. Когда нужно по телефону продиктовать сложное слово, его называют по буквам. А с картиной как быть? Если по объектам не выходят, то придется разбить по точкам и называть их характеристики. Одно за одной, как текст на незнакомом языке. Итак, в этом модуле мы обращаемся к физике и биологии, чтобы объяснить, как же мы будем запихивать зрительный образ с его неоднозначностями и особенностями в тоненькие электрические провода. Зачем все эти подробности? Ну вот скажу я, что у телевидения с печатной машинкой не меньше общего, чем с фотографией и даже кино. Чушь. Вернемся к этому позже. Возможно, вы посмотрите на эту мысль немного иначе. А пока вот что стоит обдумать. Чтобы передать по любому каналу связи некий образ, его нужно преобразовать в электрический сигнал. А для этого его надо растрировать, то есть представить в виде элементарных частей. Как правило, после этого еще требуется представить полученные части в виде последовательного сигнала, чтобы передавать по одному каналу связи. Здесь нам и пригодится в качестве примера видео. На примере статической картинки мы бы не разобрали все задействованные преобразования. В этом модуле вы узнаете или вспомните, как человек воспринимает свет и цвет, где находится видимый, то есть световой диапазон на частотном спектре. Как информация о цвете хранится в компьютере и почему она хранится именно так. Из курса физики мы знаем про спектр электромагнитных колебаний. Их измеряют частотой в герцах или длиной волны в метрах. Это обратные величины. Чем больше частота, тем короче волна. Изобразим спектр частот от начала отсчета. Некоторые диапазоны принято измерять в длинных волнах, а некоторые частотой. Колебания могут иметь разную природу. Например, звуковые колебания механические, а радио или свет это уже электромагнитные. Но это не отменяет того, что они имеют общую характеристику, частоту или длину волны, как вам больше нравится. В литературе часто говорят о длинных или коротких волнах радио. Свет же обозначают в длинных волн. С другой стороны, говорят о высоком или низком звуке, подразумевая именно высокую или низкую звуковую частоту. Чаще механические колебания измеряют частоту электромагнитной длины волны. Хотя это и не жесткое правило. Например, мы знаем радиодиапазоны. Длинные, средние, короткие и ультракороткие волны. Но радиостанции указывают свою частоту, а не длину волны. Ведь вы же вряд ли слышали, чтобы какая-нибудь FM-станция находилась в эфире на длине волны такой-то. А вот на частоте столько-то мегагерц это сплошь и рядом. Но в прошлом радиостанции указывали свои координаты как раз в длинных волн. Слушайте нас на волне столько-то метров. Шкала частот имеет понятное начало отчета. Поэтому для сведения воедино наших представлений о спектре будем использовать именно ее. В подписях, где это актуально, вы увидите частоты и соответствующие им длины волн. Надеюсь, этого вступления будет достаточно, чтобы не вводить смущение тех, кто привык из школы видеть два разных спектра, механических и электромагнитных колебаний, и никогда их не совмещал даже в мыслях. Повторюсь, мы будем рассматривать спектр частот, а не какого-то из видов колебаний. То есть не нужно думать, что, скажем, обмахиваясь веером очень быстро, вы можете внезапно начать излучать, например, в радиодиапазоне или даже засияете. Разные диапазоны частотного спектра обладают различными свойствами. Мы их слышим, используем для радиосвязи, они нас греют, мы их видим, мы от них загораем и так далее. Границы диапазонов весьма условные и определяются их свойствами, а в разных классификациях еще и накладываются. Наверняка вы это так или иначе знаете, но если вдруг позабыли, давайте повторим вместе. Перейдем к диапазонам. 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 Продолжение следует...